Тема нашего следующего урока – это первые русские богословы в Киевской Руси, их имена, их идеи. Но прежде чем говорить о русских богословах, я хочу сразу положить два разных основания, в чём их отличие, наших русских богословов, от богословия Запада. Значит, познакомимся мы с этим богословием Запада. Перед вами схема византийское самодержавие и греческое богословие, поскольку это то, что к нам было пересажено. Но это не значит, что мы это всё восприняли. Это всё будет очень творчески переработано, потому что у нас были свои особенности принятия христианства. Так вот, византийское самодержавие я рассмотрю вторым. А первое – греческое богословие. Все особенности греческого богословия вытекают из первого положения. Мы прочитали это, да? Непостижимость Бога. Восточное богословие, греческое богословие, оно в истории называется апофатическое. Апофатическое, то есть у Бога нету качеств. Нам не за что зацепиться. Он непостижим для нас. У вас есть какие-то мнения на этот счёт? Постижим или непостижим? – Бог – импонентен, интерсцендентен. Как Он далёк, так Он и близко для нас. – Он какой учёный человек, молодец. Вы понимаете, в чём дело? Конечно, непостижим, если бы Он нам себя не открывал. Есть у нас книга Библии, которая есть откровение Божье. Бог нам сообщает вещи, которые мы сами по себе, мы никак не можем знать. Например, Он сообщает о первородном грехе. Как мы могли бы знать об этом? О полной погибшейся человека. Как бы мы могли об этом знать? Понимаете, как? Затем ещё. Бог даёт обетование. Наша вся жизнь христианская идёт в соответствии с обетованиями. Он обещал нас не оставить. Он обещал нас слышать. В Библии говорят около трёх тысяч таких обетований. Хорошо нам их выписывать, заучивать, стоять на них, брать их, съедать их, стоять на них. Ты так сказал. Бог говорит, я не человек, чтобы мне врать. Поэтому обетование. И потом ещё, что делает Господь? Он не столько ублажает нас, давая нам всё для нашего удовольствия, но Он нас наполняет силой. У нас маленькая вера, и Он большой силой своей эту веру поддерживает. Это удивительная вещь. Он нас ставит на ноги, чтобы мы могли сами идти и делать то, что Он нам повелит. Понимаете, какая удивительная вещь? Поэтому относительно непостижимости Бога, как это понималось в греческом богословии, из этого вытекают все особенности этого богословия. Почему дальше идёт мистическая обрядность? Мистическая обрядность, то есть, считается, что каким-то образом всё-таки мы доводим до Бога свои мысли, и Он доводит до нас свои мысли. Это через мистическую обрядность. Почему? Пойдите в любую православную церковь и скажите, батюшка, спастись хочу. Что мне для этого делать? Я посылала студента одного. Он просто не поверил мне, что тебе не скажут этого пути спасения. Он не поверил. Он пошёл, вернулся, говорит, правильно. Батюшка сказал, ходи в церковь. Ходи. Мистически на тебя будет действовать музыка, пение, запахи, облачение, движение, что-то там снять, что-то взять, что-то перенести, что-то переложить. Что-то, понимаете, мистическое. И всё это имеет мистическое такое значение. И ты ходи. Ты, главное, ходи. И под этим влиянием будь. Дальше в этом богословии очень много взято от Ветхого Завета. Ведь в Первой христианской церкви там не было иерархии в смысле превознесения одного класса людей над другим. Иерархия, когда не равны люди. Ну, в наших церквах есть пресвитеры, есть дьяконы, но они не являются лучшими верующими, высшими верующими. Понимаете ли? Иерархия — это не есть порядок в церкви, а это возвышение, это то, что называется клир и мир. Есть священники, которые ближе к Богу, и есть мир, которые вот там уж плетутся где-то. Поэтому иерархия, как это раньше было в народе израильском, когда были священники, они были отделены от народа, они были другие, чем народ. Дедокрещенство — это идет из Ветхого Завета по аналогии с обрезанием. Это введение в церковь, чему подвержен весь народ. Все живущие в данном городе, все проживающие в этом государстве, все дети, они крещены в церкви, и они входят в церковь, и таким образом они делаются и членами государства. Поэтому Дедокрещенство — это основа вот этой церкви. Храм — это дом Божий, это по Ветхому Завету. Вы помните, Соломон, когда построил храм, он сказал, ты будешь услышь на этом месте, когда народ придет к тебе. Мы на этом месте помолимся тебе, ты услышь нас. То есть не в любом месте ты помолишься, а ты в этом храме помолишься. И это дом, где живет Бог, и Бог это подчеркнуло. Помните, облако наполняло дом, да? Законничество. Дан закон, который надо исполнять, и вот такое законничество характерная черта была. Затем элементы язычества. Они остались, и они вошли все в это богословие. Ну, например, молитва за умерших. Нам Библия запрещает общаться с умершими. Вы знаете об этом, да? Конечно. Библия запрещает общаться с умершими. Молитва за умерших. Нельзя ни за них молиться, ни им молиться. Открытое принадлежит человеку, сокрытое у Бога. И сказано, Дух идет к Богу, который дал его. Это не твоя компетенция уже, и ты туда вмешиваться никак не можешь. И общаться с умершими, это, я хочу сказать вам, это даже не просто язычество, а это Вавилон. Вы помните, что Вавилонскую башню строили, чтобы достигнуть неба, чтобы ключи могущества взять? Элементы язычества – поклонение святым, поклонение иконам, поклонение мощам. Это язычество. Знаете что, некоторые православные это хорошо понимают. Моя подруга, баптистка, она ходила слушать беседы в храмы православные. Там очень хороший священник проводил эти беседы по пророкам. И она ходила слушать. И когда слушатели наши спросили, они в каком-то притворе занимались, а тут, значит, вот сам храм со всеми иконами. И спросили они, батюшка, ну хорошо, вот вы так с нами хорошо беседуете, а это тогда что? Вот это вот. Там, значит, ну иконы, иконостас висит. И он так посмотрел, как будто впервые увидел. Это? Это? Ах, это? Язычество это. Понимаете? То есть даже сам так вот определил. Ну, будучи образованным человеком, он прекрасно читал лекции по пророкам. И затем понимание спасения. Слушайте, в греческой церкви и в римской церкви было воспринято правильное учение о Боге. Это то, что вы изучали по патристики. Учение о Боге. Что Христос есть бог, да? Что Христос есть человек. И что 100% это Бог, 100% это человек. Таким образом, правильное учение о Боге было воспринято. А что не было воспринято? Не было воспринято учение Бога о спасении. И это будет воспринято, знаете, когда только? Во время реформации. А до этого, как понималось, спасение. А вот посещать церковь, исполнять её предписания и совершенствоваться. Самосовершенствование. Это называлось обожение. Причём, понимаете ли, это воспринималось даже физически. Вот ты присутствуй и открой своё сердце, и вот так вот откройся действию музыки, запаха, обстановки, этих ликов красивых на стенах. И вот у тебя происходит вот это совершенствование. Ну и, конечно, работа над собой, над своим характером. Самосовершенствование. Вот это, как мы восприняли, мы это увидим, как было воспринято в России. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Теперь самодержавие византийское. Оно имело черты, которые мы очень замечательно все восприняли. Я имею в виду государство. Трансцендентность власти. Слово «трансцендентный». Это понятно слово или нет? Превосходящее, чувственное, превосходящее разум. Трансцендентность – это качество божье. Превосходит материальное, разумное, чувственное. Так вот, трансцендентность власти. Что власть от Бога. Вы знаете, что на Западе, я вам говорила, была власть Папы, но была власть и этих королей, которые захватили разные части Римской империи. На Востоке, в Византии, Константин воспринимал себя императором, что это Бог его сделал таковым. И так потом и пошло. Ведь церковь получит свободу от Константина. И поэтому всё, что Константин будет делать, это будет как бы Бог через него делает. Треократия. То есть правление царя, самодержство, самодержавие – это управление Бога через него. Отсюда получаются нам хорошо знакомые вещи. Прочитали дальше? Деспотизм, волюнтаризм. Волюнтаризм – это, понятно, это решение, основанное только на моём желании, на моей воле. Сделаем вот так. Вы знаете, что я большим интересом сейчас в предвыборные читаю все эти речи, особенно экономистов, которые рассказывают по экономике. Как, как-то Пушкин писал, чем государство богатеет, и как живёт, и почему не надо золота ему, когда простой продукт имеет. Вот так Евгений Онегин и Пушкин писал. Рассуждают роль налогов, каким они должны быть, как эти рычаги, это же экономика, налоги, деньги – это рычаги, которые могут в ту сторону деньги вести, или в эту сторону деньги вести. А здесь волюнтаризм. Общество не вызревает изнутри, оно неестественно, потому что правитель решает то, каково его желание, что он хочет. Он не ждёт, когда общество созреет, чтобы принять какую-то идею. Неестественное общество. Поэтому бюрократия, оторванная от жизни, вы понимаете ли, это то, что к нам пересажено. И если в области богословия у нас будут свои варианты, то схему, систему государственную, она у нас просто пересаженная. Бюрократия, оторванная от жизни. Чиновники. Бюрократия – чиновники. И потом ещё родовое чувство – нет личной ответственности. Но это такая глубокая, хитрая вещь. Вы понимаете ли, очень долгие годы, очень долгие годы, это, особенно в России, Россия жила миром, мир, колхозом. Мы все. И поэтому все виноваты, или все, наоборот, правы. От личной ответственности нету. Ну, естественно, нету, если есть волюнтаризм. Боязнь человеческого фактора. Ческий фактор. Как интересно вы понимаете это слово, ческий фактор? Как вы могли бы его объяснить? Ну, наверное, боязнь быть личностью, самостоятельно мыслить, самостоятельно делать. Да, это мы говорим родовой, это нет личной ответственности. А боязнь человеческого фактора – это власти бояться человеческого фактора. Вы знаете что? Ну, примеры. Примеры, когда нужно строить что-то государственного значения, и надо сносить дома людишек, которые тут живут, оказались тут живущими. И это вызывает какой-то боязни и отрицательную оценку, что люди-то протестуют. Они не согласны отсюда переезжать. Это их жилье наследственное. Ну, вот приходится в газетах читать об этом. И правительство боится этого человеческого фактора, что какому-то человеку может быть неудобно, плохо то, что решает правительство. Понимаете меня, да? Так вот, не должно быть этого. Уберите его куда-нибудь, чтобы его не было. Боязнь человеческого. Это идёт издалека, из Византии это идёт. И понимаете, все проникающие аскетизм. Аскетизм. Ну, у нас это выражается так. Жила бы страна родная и нету других забот. То есть, для меня, я сам, я ноль тут. Единица вздор, единица ноль. И ты можешь и поезд туго подтянуть, и протестовать не пойдёшь. И, понимаете ли, все проникающие аскетизм. То есть, ты всеми должен жертвовать, отказываться служить вот так вот. Эта система пересаженная была. Как в Византии голос народа тут не был слышен, так же и потом мы восприняли эту систему. «Музыка» 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 «Музыка»» «Музыка» «Музыка» «Музыка»»